Спасибо всем, кто решил нас послушать. Я надеюсь, что для вас это будет полезно и интересно. Мы говорим, в чем проблема с лечением или не лечением молочных зубов. У молочных зубов одна из основных функций – это пережевывание пищи. По мере взросления ребенка зубов появляется все больше и больше, и ребенок начинает жевать жесткую пищу, пищеварение начинается в полости рта. Есть ферменты, которые выделяются только слюной, в желудке их нет. Поэтому ребенок, чем он старше, тем важнее, чтобы он хорошо пережевывал пищу, глотал ее подготовленную к перевариванию, она усваивалась, и это позволяет ребенку расти здоровым, крепким, получать необходимое питание. Если какие-то зубы отсутствуют, то ребенок нормально пережевывать не может. Эта пища будет более крупными кусочками. Она не сможет такими большими кусочками полноценно расщепляться, перевариваться в желудке, расщепляться в кишечнике. Он, соответственно, будет получать меньше питательных веществ. Это самая главная и самая основная функция молочных зубов. Поэтому, когда мы говорим о том, нужно или не нужно их лечить, мы в первую очередь думаем о том, что нам важно наличие зубов для полноценного питания ребенка. Когда зубы есть фортуну, они болят, это вызывает дискомфорт у ребенка при жевании. Он может либо вообще отказываться от приема пищи, если ребенок так спокойно к еде относится. Бывают дети такие малоежки, которые, в принципе, мало едят. Если прием пищи доставляет у них дискомфорт или какие-то боли, они могут совсем от этого отказываться. Или дети могут скрывать то, что у них болит, стараться не жевать нормально, только откусывать и глотать. Тогда зубы вроде бы есть, но нормального пережевывания в этом случае не будет. Кроме жевания, молочные зубы сохраняют место для постоянных зубов. То есть, если молочные зубы не лечатся и удаляются раньше времени, это приводит к изменениям прикуса, которые в последующем потребуют дорогостоящего лечения. У нас есть несколько картинок красивых, мотивационных для вас. Одна из первых картинок – это череп ребенка четырех лет. Посмотрите, насколько близко здесь расположены корни молочных зубов по отношению к зачаткам постоянных зубов. Некоторые люди, которые не имеют отношения к стоматологии, иногда думают, что у молочных зубов нет корней, нет нерва. Иногда думают, что у них один на двоих этот самый нерв. Но это не так. У молочного свои корни и нервы, у постоянного свои корни и нервы по мере его прорезывания. На этапе, когда прорезались уже все молочные зубы, постоянно расположены между корнями молочных зубов в выживательном отделе и очень близко во фронтальном отделе. То есть, если молочный зуб вовремя не полечить с диагнозом кариес, микробы доходят до нерва, попадают в него, вызывают воспаление сначала, потом гибель. И по корню, по каналу могут пробираться к зачаткам постоянных зубов, вызывая воспаление за пределами зуба. Клетки постоянных зубов, когда они развиваются, очень чувствительны к кислоте. В зоне воспаления образуется кислота, которая нарушает их развитие. Такой сложный процесс, но суть его в том, что несвоевременное лечение молочных зубов может приводить или к серьезному повреждению постоянных, или к полной гибели зачатка. Полная гибель бывает, если ребенок совсем маленький, например, 2,5-3 года, и зачатки еще только-только формируются. Когда коронка уже сформирована, то вероятность гибели очень маленькая. А вот у маленьких детей вовремя не леченные зубы могут повреждать зачатки постоянных зубов. Следующая картинка у нас – это рентгенограмма ребенка. Здесь четвертый зуб разрушен. На снимке видно, что шестой зуб еще не прорезался. В эту картинку попадает клык, третий зуб, четвертый, который разрушенный, пятый – целый, и за ним шестой, который еще не прорезался. Это говорит о том, что здесь ребенку где-то 5 лет. И для прорезывания постоянного четвертого зуба вот под этим зачатком время еще не подошло. Этот зуб должен меняться где-то самое ранее в 9 лет. То есть 4 года этот зачаток еще должен формироваться. Но когда происходит воспаление вокруг корней, костная ткань разрушается, зачаток поднимается раньше времени, и после удаления инфицированного молочного зуба зачаток может прорезаться значительно раньше, чем это положено по срокам. Это по аналогии можно сравнить с преждевременными родами, с недоношенным ребенком. Этот зуб незрелый, он не сформированный, у него структуры могут быть не сформированы для того, чтобы он выжил в полости рта. Иногда бывает, что эти зубы, прорезываясь раньше времени, повреждаются и не остаются в полости рта, их приходится удалять. Поэтому такой неблагоприятный очень исход может быть, опять же, если вовремя это все не полечить. В этом случае сделать уже ничего невозможно, как на рентгенограмме. Здесь надо удалить четвертый зуб и надеяться на то, что постоянный четвертый будет не очень сильно поврежден, очень хорошо ухаживать, когда он появится в полости рта, потому что, скорее всего, он прорежется значительно раньше положенного срока. Еще одна очень красивая рентгенограмма показывает полость рта, зуб не очень сильно разрушен. Есть дырочка, с которой часто приходят родители, думая, что это небольшой кариес. Нестоматологам может быть не очень понятно на первый взгляд, но если посмотреть на зуб, который справа крайний, это пятый зуб, он целый, здоровый, видно светлую структуру эмали и внутри как будто бабочка нерв. И ниже идут корни, а соседний с ним зуб видно такое черное пятно в полости зуба, которое говорит нам о том, что корни здесь практически растворились из-за воспаления, которое было в нерве. Сохранить этот зуб невозможно, он будет удален раньше времени. И зачаток также стоит выше, чем это должно быть по срокам прорезывания зуба. То есть родители, когда смотрят в рот ребенку, они не будут знать, что находится внутри зуба. Это можно будет увидеть только на рентгенограмме. К чему я это говорю? К тому, что надо обязательно регулярно приходить на осмотры профилактические. Минимум это раз в полгода иногда приходится чаще, в зависимости от состояния зубов и от того, насколько активный и кариозный процесс у ребенка в полости рта. Такую картинку даже стоматолог не увидит, пока не сделает рентгенограмму. Он может думать, что внешний зуб целый, здоровый, вернее не целый, есть кариес в нем, но его можно сохранить. А при рентгенограмме мы видим, что сохранить этот зуб уже совсем невозможно. Еще одна фотография. Здесь девочке 7 лет. До смены 4-5 зуба еще минимум 3-4 года. Е7 только исполнилось недавно. Шестого зуба в полости рта еще нет. И со всех четырех сторон у девочки была вот такая ситуация. Они пришли с тем, что ребенок не может жевать, ему больно, и с такими зубами проблема, как их вообще сохранять. Потому что степень разрушения достаточно значительная. Видно, как десна заполнила пространство, которое разрушено кариесом. Ни о каком нормальном полноценном жевании речи в этом случае быть не может. И стоит еще вопрос, насколько вообще возможно это сохранить. Если такие зубы удаляются в возрасте 6-7 лет или еще раньше, то это лишает возможности ребенка нормально жевать. И лишает его возможности иметь нормальную привычку жевания. Сейчас очень часто встречаются дети с инфантильным типом жевания, когда они не хотят жевать жесткую пищу. Смотришь во рту много налета, спрашиваешь у родителей, как часто ребенок ест жесткую пищу. Они говорят, что практически не ест, потому что он вот не привык. Он любит, чтобы все было мягкое, перетертое. И это одна из проблем, во-первых, того, что предлагают ребенку, когда он начинает есть обычную пищу, ни смесь, ни грудное молоко. А второе, это больные зубы, которые не позволяют ребенку эту привычку нормального жевания получить. Потому что ему больно, он старается не жевать совсем зубами. Либо откусывает, либо выбирает ту пищу, которая совсем не требует пережевывания. Это вот результат несвоевременного обращения к врачу и несвоевременного лечения. Еще одна вот такая очень грозная, не увеличится, очень грозная история. С правой стороны был молочный зуб лечен. И, к сожалению, лечение пульпитов молочных зубов не дает нам 100% гарантию успеха. Процент успеха где-то 90-95%. Остальные 5-10% приходят на неудачу, даже если все выполнено хорошо. Поэтому очень важно не допускать до пульпитов зубы, по возможности, чтобы они вообще были здоровы, и стараться следить за питанием, за гигиеной. Если это не удалось сделать, и все-таки какие-то появились кариесы, то лечить их своевременно, чтобы процесс кариозный не доходил до нерва. Потому что чем сложнее диагноз, тем хуже прогноз. Пульпиты лечатся с прогнозом 90-95%, а если нерв уже погибает и возникает периодонтит, то в молочных зубах чаще всего такие зубы удаляются. Вот в данном случае был полечен зуб, и пациенты не приходили на профилактические осмотры. Нужно те зубы, которые были лечены по поводу пульпита, периодически проверять рентгенографию и смотреть, насколько успешно было лечение, нет ли каких-то осложнений. Здесь не было своевременного осмотра. Ребенок обратился с тем, что у него какой-то дискомфорт есть в области челюсти. Когда сделали снимок, оказалось, что образовалась огромная киста, которая распространяется от центрального зуба до зачатка седьмого зуба. То есть она даже пазуху верхнечелюстную оттеснила и заняла практически большую часть верхней челюсти. Это такое грозное осложнение. Оно возникает как от нелеченных зубов с воспалением нерва, так и может быть как осложнение после лечения пульпита. Часто я такое вижу после лечения пульпита фрезерсинформалиновым методом. У нас такое лечение запрещено в клинике, но, к сожалению, в некоторых местах продолжают еще применять эту методику. И она может довольно часто приводить к такому образованию кисты. Киста эта формируется из капсулы зачатка постоянного зуба. Когда она раздражается токсинами микробов, она может вызывать вот такое вот серьезное разрастание оболочки и такую очень неприятную историю. Долгая и сложная реабилитация, лечение, зачатки некоторых зубов поднялись далеко в пазуху, не в пазуху, а вот в эту полость. И остается вопросом, можно ли будут эти зачатки сохранить или часть зубов будет отсутствовать. Есть еще одно осложнение, которое вызвано ранним удалением молочных зубов. Если удаляют раньше времени четвертые или пятые зубы, фронтальная группа зубов это не так сильно касается. Если удаляют резцы, то, как правило, это легко компенсируется и не требует ортодотического лечения. А вот если удаляются желательные зубы раньше времени, то то место, которое должно быть для зачатков постоянных, оно смещается и постоянному зубу прорезаться некуда. Если вы удаляете, если приходится удалять эти зубы в клинике, которая знает о подобном осложнении, то ставится ограничительное колечко, которое держит место, чтобы не было смещения. Если это колечко не поставить и удалить очень рано, то, скорее всего, зубы переместятся и в будущем будут проблемы не только с прикусом, но и с положением зубов. Они просто не разместятся на том узком пространстве челюсти, которое остается. Подвожу итог. Какие есть осложнения в нелечении молочных зубов? Первое – это невозможность ребенка нормально пережевывать пищу и получать здоровое полноценное питание. Второе – это нарушение состояния прикуса, когда удаляются зубы раньше времени или разрушаются, и если разрушены четвертые, пятые зубы, шестой также может смещаться на их место, вызывая дефицит пространства для постоянных зубов. Третье – это образование кист, которые возникают вокруг зачатка постоянного зуба, если токсины попадают на капсулу зачатка. Вот основной прикус, повреждение, зачатка может быть в форме гипоплазии или полной гибели. Это у нас четвертый пункт. Гипоплазия постоянного зуба, дефицит места, необходимое лечение ортонетическое в будущем, невозможность полноценно жевать и развитие кист, которые очень сложно поддаются долгому лечению и долгой реабилитации. Как родителям можно понять, дошел ли корейс до пульпита или еще нет? Самостоятельно это невозможно понять без рентгенограммы даже стоматологу. Для того, чтобы это понять, нужно сделать рентгенограмму, посмотреть, что есть в полости рта, как выглядят эти зубы, и провести ряд тестов, которые делает доктор в кабинете. Один из признаков, что может вам дать информацию о том, чтобы вы заподозрили, что у ребенка уже пульпит, на жевательных зубах между зубов, как правило, кариес во рту не виден. Когда начинается кариес, вы его можете увидеть только на рентгенограмме. Если этот кариес разрушил зуб настолько, что скололась часть зуба, некоторые говорят, используют слово «раскрошился» или «откололся» или «сломался», если дырочку на зубе из контакта двух зубов вы видите уже в полости рта, то там пульпит с вероятностью около 90%. Редко бывает, когда мы видим эту дырочку во рту, это, я обращаю внимание, это мины между зубов. Если это дырочка на жевательной поверхности, то только по снимку можно увидеть, насколько близко эта кариозная полость по отношению к нерву, потому что бывает, что нерв использует свои защитные функции и образует твёрдые ткани, которые отгораживают его от раздражителя, то есть от микробов и разрушенной части зуба. На рентгенограмме мы можем увидеть, насколько быстро процесс разрушения был, успел ли зуб в процессе этого разрушения отгородиться или не успел. «Подскажите, как бороться с налётом пресли на молочных зубах, если долго его не убирать, чем это грозит?» Этот налёт абсолютно не опасен с точки зрения медицинской. Никак с ним на сегодняшний день каких-то прям 100% точных методов борьбы с ним, кроме как чистить профессионально, нет. То есть вы приходите и раз в три, раз в месяц, раз в шесть месяцев вы делаете чистку, если вас это беспокоит эстетически. То есть убирать его нужно только по эстетическим показаниям. Медицинских показаний к тому, чтобы его убирать, нет. Можно пробовать использовать пасту с фтором. Может быть, она в вашем случае как-то будет влиять на то, что этот налёт будет образовываться не так быстро за счёт токсического действия на микробы фтора. Но в целом, когда ребёнок достигает подросткового возраста, у него меняется состав микрофлоры в полость рта, и этот налёт перестаёт образовываться на зубах. То есть он не опасный, его можно чистить периодически, если вас это беспокоит эстетически. У каждого по-разному чистота. У кого-то он за месяц уже образуется достаточно интенсивно, а у кого-то раз в полгода, раз в год требуется чистка. Ждём ещё вопросы. Есть ли ещё у вас вопросы? Тогда, если всё понятно, я прощаюсь с вами. Спасибо большое за то, что вы нашли время на то, чтобы послушать то, что вы рассказывали. Напоминаю, что если у вас есть какая-то непонятная ситуация, которая не позволяет вам попасть быстро к стоматологу, или вообще просто сложная ситуация, которая требует экспертного мнения, то у нас есть онлайн-консультации, вы можете писать в директ, присылать фотографии, присылать свои истории, и мы будем рады вам помочь, подсказать, поделиться, как можно вам помочь. Спасибо вам большое, хорошего вечера, будьте здоровы!